невероятно опасно вот и не врите нормально нормально так давайте-ка мы как обычно 424 наложим все и на всех простите за чёвканье витаминчики поглощал так нам осталось пройти вот сюда и узнать что это за место жалко сил не качают это было бы прикольно вообще персонаж становится все монструознее и монструознее таким персонажем было бы интересно сейчас с имеющейся харизмой пройти оригинальную кампанию с нынешней харизмой и дипломатией соответственно хотя он тоже не всегда срабатывает хотите спал до наук у меня харизма 33 блин а сколько мне дипломатию течет умение ломать 28 блин как она вообще может не работать дипломатией 28 харизма 33 как это вообще может не работать поймем сдерживание я все-таки надеялся что еще вот эта духовная тема будет помедленнее уходить а тут именно сдерживание прокачали до плюс 10 и было бы здорово если бы добавили все таки еще один раз в день использования всего один раз это мало маловато может быть с эти будет еще оку прокачка еще как бы не закончена зиновий дуртан туртан дуртан туртан здравствуйте пока что все кого мы тут встречали за исключением девочки а не у нас кидались зиновий девушка почему зиновий может зиновий уж тогда о смотрите а нет вроде мужик дух голода мы тебя знаем мы прятались в этих скалах и услышали твое приближение будто раздался пронзительный крик который подхватил ветер такое теперь когда я рядом вы должны чувствовать мой голод ощущает контянется к вашему жесту прятались почему здесь удобно прятаться духи колодцев потеряли разум от ярости рожденной предательством твой неукротимый друг медведь должен знать эту историю если только он ее не забыл среди такого многоголосия наши сны затерялись здесь нас не найдет ни одна ведьма если только ей не повезет чё попробуем запугать неудача твой голод силен но маска за которым прячется слаба ты не сможешь победить всех нас здесь где мы сильны оку успех в смысле успех успех это правда зиновий зиновия ты привела нас сюда и сказала что этот бой будет легким пусть прожательница духов сожрет тебя зиновия с нас довольна твоих заговоров и манипуляций подожди нет подожди этот мальчик зиновий или зиновий я ничего не пойму а он помог не запугать что ли так 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 теперь у меня стало больше шансов верно ты уверен а потом и хорошенько прежде чем похвалиться если мы убьем тебя здесь то твой голод перейдет к одной из нас и мы сможем использовать ее силу против наших трусливых сестер и после этого белое перо будет прятаться в скалах и жаловаться ветру на свою судьбу серьезно они меня просто хотели атаковать все это время и 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 А зачем мне надо было кого-то там пугать? Они сейчас слабые, как кутята, блин. Оку помог напугать. Вы поняли, да? Успех Оку. Это не в смысле успеха в общении. Так, смотрите. Бла-бла-бла. Почему здесь удобно прятаться? Что-то известно вам, проклятие? Расскажите мне. Возможно, я смогу оплатить услугу за услугу. Нет, у меня другая сделка, она будет более выгодна мне и моим сестрам. Если мы убьем тебя здесь, то твой голод перейдет к одной из нас, и мы сможем использовать ее силу против наших трусливых сестер. После этого белого пера будет прятаться в скалх, жалов с ветром. ой, соплячка. Со мной что-то сделал? А, все, всех поубивали. Пффф, ты уже мне. И что это, блин, было? Двух прятков Оку, трех огромных медведей-призраков по имени Кумаджа, Барабатома. Эти призраки расставили о том, как Коку бросился от клана, обрек его на стороне не гибель. Теку напали на вас. Ага, мудрость горцева бесполезна. Ага, так, а тут у нас непонятно. А что, ты пешком в руку начал? И, простите, за кем лядом я с ними... Как это... Это вообще, что сейчас было? Какие-то странные ведьмы. Зиновий, которые... Которая я на самом деле, Зиновий, я. Что это за хрень сейчас было вообще? Тотем Малоритов. От залитой крови объекта отрезаны лапы молодой пантеры. Жрецы злобного бога Малора наложили черный тотем, чтобы владелец мог лучше служить своему ужасному богу. Хотя магии, которые заключены на лапе, могут пользоваться все, от нее буквально едят яростью ненавистью. Чувствую, даже те урожают вас. Заряда 28. Три. Производительство дипломатии минус 8. Это у меня сейчас, да? В топку. Пауза. Так, палочка призываю сюда же. Не, в топку дипломатии минус 8. А, я не туда посмотрел. Так, окун. Клопоку. Непонятно, как это работает. Использовать я это не могу. Надеть взять не могу. Как, блин, что, блин, куда, блин. Ничего не работает. Для вас не прошло секунды. У меня тут был небольшой перерывчик. Ну, извиняюсь. Забыл микрофон подвинуть. Ничего страшного. Так, ну, я так понимаю, что, видимо, тут все. Слово совсем. Ох, еле успел микрофон выключить. Чуть не чихнул. Перед чихом. Но это именно чих, а не кашель. Что очень хорошо. Когда начинаешь во время болезни чихать, это у меня верный признак того, что я выздоравливаю. Так, ну... А, собственно, блин. Можно же было... Подождите-ка, давайте через тот выход пройдем. Потому что это интересно. Колодцы Луру. Давайте сюда пролезем. Мне просто любопытно, этот выход, он даст какую-то, ну, может быть, другую дорогу? Или нет? Я уж здесь ничему не удивлюсь. Конкретно в этой части. Здесь какой-то фигни уже не произошло. Кстати, щит, который защищает от заклинаний третьего уровня и ниже... Блин, это довольно неплохо, на самом деле. Не сказать, что третий уровень заклинаний это прям что-то вау. Блин, слушайте, огненный шар, стрелы, ну, так-то... Как это не пик мечтаний, но, блин. Хороший щит. Надо признать. Весьма хороший. Так, слушайте, у нас же вот это... У нашей софишки. У нее же есть регенерация. По-моему, есть. Вот наручи бессмертия, по-моему, тут регенерация стоит, да? Да, регенерация плюс два, она лечится. Все. Я просто как-то не успеваю следить краем глаза за ее вот этим вот показателем цифровым. Я специально поставил, чтобы было видно. Так, карта мира. Нет, здесь ничего не меняется. Ну, давайте к воротам. Тогда. Тогда к воротам. Со всеми мы пообщались. Ну, теперь к этому. Корабельных дел. А кто это? Мабата из Шу. Сусу. Сусу. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Здравствуйте. Волк Толтор. Нет, он просто гуляет. Интересно. Голем, угасание. Эх, хороший ты наш. И кто что у нас такой? Папа, папа, что же нам делать без нашей повозки? Я не знаю, сынок. Я просто не знаю. Это злой медведь. Он опять к нам пришел. О, яростный языческий дух медведя. Я смиренно прошу тебя не возвращаться сюда более. Не заставлять наше скромное семейство из Шу горевать. Я и не собираю. Нет, демон медведь, прошу тебя. Не открой больше свою страшную пасть и найди себе другую добычу. Но я... А-а-а, нет, не ешь нас, дух медведя. Ха. С этими суеверными без толку говорить. Возможно, тебе стоит вернуть сюда без меня. Где? Серьезно? Ага. Да, попробуем. Скромный слуга Шу, приветствую тебя, путешественница. Я бы с радостью продемонстрировал тебе свой гостеприимство, но сейчас у нас нет ничего, кроме того, что у нас надето. Торговец? Что случилось? Я не хочу отягощать твое сердце о сказанной нашей беде. Нет, я правда хочу это узнать. Хорошо, мы ехали на север, чтобы продать товары из Шу в Элемаре. Мы сами не местные, но слышали историю лесных дух, которые свободно живут здесь и несут хаос и разрушение. Мы не верили этому, пока, пока... Да, продолжай. Из ниоткуда появилась орда ужасных духов, которых вел невероятные виды медведь. Они растоптали нашу повозку из Шу. Мы увидели вдали огни этого города, поэтому и отправились сюда в поисках убежища. Надеялись купить другую повозку, но не нашли ни того, ни другого. Мы не можем попасть в город. Почему ты не можешь пойти в Мулсантир? Мы пытались подойти к городу, но увидели, что этот демон медведь охраняет вход. Медведь не причинит вам вреда. Я бы и рад был тебе поверить и незнакомиться, но тут лежит наша разбитая повозка с товарами из Шу, которая доказывает обратное. Как я могу вам помочь? Нам нужна повозка, чтобы мы могли увезти свои товары и прибыть в Эмилмар. Если бы ты сходил в город и купил нам повозку, то мы бы заплатили тебе за твои хлопоты и оплатили повозку. Хорошо. Огромное тебе спасибо. Будем счастливы уехать отсюда. Неожиданно. Ну, пошли купим им повозку. Ой, ты чего? Это, блин, сейчас что было? Ха! Забавно. Задание, блин, из ниоткуда. Не, ну, давай купим. Пушил дрочек. Окку, я за тобой сейчас вернусь. Не боись. Зритель, зритель, ты могуч. Купи, говорит, нам повозку. Там, говорит, медведь, мы туда не пойдем. Интересные ребята. Ограниченные, тупые. Но, в целом, как бы, в общем-то, они правы. Хе, говорит, спроклятых неудачи. А в глаз? А у кого мне взять повозку? Не, серьезно. А давайте мы сделаем вот так вот. Ой, в смысле? Э-э-э, во-во-во, почему? Там картинка была, не та. Ой-ой-ой. Так, Охо, пошли со мной. Здесь мягкая трава, но не подходящая ложь для бога медведей. Я лучше пойду с тобой, буду питаться плоти твоих врагов. Хорошо, я и так спал более чем достаточно. Давай снимем тебе это проклятие. Все, выдвинули. Тилтор гуляет. Я вот думаю, может нам Каилин Голубку взять вместо этого. Вместо нашего шаман-духов. Каилин, сейчас надо зайти. Я ей хочу отдать этот щит. Так. С повозкой-то интересно. Где ее можно взять? Сейчас поищем. И Каилин надо зайти. Повозка, повозка. Торгуец. Это не то. Что у тебя есть на продажу? Нам тут ничего не надо, по-моему. Уже сейчас. Стук зелья какие-нибудь. Так, Азимк тот. У тебя есть на продажу повозка? Вообще-то у меня есть одна неплохая прочная повозка. Минутку. Долбанный кашель. Я почти не пользуюсь. Я могу уступить ее тебе за скромную цену в 10 тысяч золотых. Оценка эта повозка не стоит таких денег. Неудачно. Это хорошая цена. Более выгодная тебе не просто стоит во всем аршивании. Если ты мне не веришь, отправляйся в Имилмар и поспрашивай там. Черт. Ну ладно. Вот деньги. Доставь повозку семье Шум, который расположился в урок Мусантира. Конечно, дорогая, твоя покупка достает тебя немедленно. Так. Эй, Оку. Иди сюда. Да нет. Давай, тупый. Сейчас, пообщаемся с этими ребятами. Блин, 10 тысяч, юмое. Оценка у меня никакушая. Ну, шо поделать. Сэляви. Так. А вон и повозка. Бобой и Шум. А, это дети. Бобой. Здоровки. Вот, наша спасительница. Огромное спасибо тебе за то, что нам доставили эту повозку. Теперь мы можем собрать свои товары из Шум и отвезти то, что от них осталось, на север. А теперь нам пора. Мы должны были прибыть в Имилмар больше, чем одну луну назад, а золотой путь длинноизвильстый. Ты обещал заплатить. Конечно, конечно, я от твоей награды не знакома. Здесь повозки немного сверху. А теперь, если ты больше ничего не хочешь сказать, извини, ты можешь подготовиться к путешествию. Только смотри, эту повозку не сломай. Нет торговцев. Семей Шум. Все еще заняты. Пиши, спасибо за помощь. Все еще заняты. Ну, окей. Хм. Чуть-ка денег заработали. 538. Полумиллиона. Волк Телтор. Гуляет. Непонятно. Не агрессивный. Пошли. Ай да. Вот теперь двинули. Он еще там один волк. Телтор. Гуляющий в округе. Так. Передать команду. Открытый ближайшего. Все. Так. Сейчас я хочу зайти, собственно, к нашей голубке. Голубки. Каилин. Каилин. Голубка. Голубок. Так. Каилин, Каилин, Каилинка. Здорово, Каилинка. Переднулся. Хочешь, чтобы мы снова путешествовали вместе? Да, хочу. Отдохнем. Да, кстати, я забыл совсем. Ешь, качнуть можно. Преданный. О как. А у него разве не сто было? Эпический герой. Эпическая доблесть. Ну, пусть будет. Да, нормально она качнулась, пока нас тут не было. Блин, мудрость. Мудрость. Ей нужна мудрость, да? Эй, монитор не тухни. Два навыка, да? Защита с оружием в обеих руках. Лучше на защиту с оружием в обеих руках. Теперь персонаж сражается с оружием в обеих руках, получает бонус щита. Плюс один при... Классу. Прикольно. Защита с оружием в обеих руках. Забавно. Да, блин. Чего мне монитор гаснуть начал? Условия. Автоматически. Тебе-то и щит хотел дать? Рассечение. В ближнем бою они были дополнительной атакой против другого противника. Тема на самом деле. Так. Могучий удар. Фокусировка. Владимир ставим щитом. Это нам пока не надо. Очищение и изгнание. Так. Опытные болезни. Концентрация, наблюдательность. Во-первых, парирование и возьмем. Кожа доспеха. Это что такое? А, природная защита. Ясно. Усключительная мудрость. Так. Поиск, лухоценка, определение, обман. Незаметная насмешка, наблюдательность. Ловкость рук. Лечение. Концентрация. Таймилов, что это. Аспех. Дипломатия. Взлом замков. Алхимия, акробатика. Выживание. Защита с оружием в обеих руках. Интересная штука, блин. Хм. Объединяй, хватка, это забыл. Двуручным, как одноручно. А, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ди-ди-ди. Рассечение, рывок. Возможно, ясно 5% быстрее. Хм. Живет противенька в ближнем бою. Давайте вот этот возьмем. Преданный. Слушай, а разве она была преданная? Значит, Шапош призывает нас отправиться в Теймаунт. Наша дорога сильно петляет, но я чувствую, что мы приближаемся к цели. Может, как можно скорее отправиться в Теймаунт? Твоя сила растет, а твой голод усиливается тоже. Я и так собираюсь это сделать, но все равно спасибо. Прости, я рассказываю тебе о том, что ты уже знаешь. Ты обратилась ко мне не за тем, чтобы выслушать свои же мысли. Так что, если хочешь, спроси меня о чем-то другом. Кхе-кхе. Если я имею ответ, то это твой. О, знание. Так. О, так, ну это мы читали. Так. Похоже на скала, это вдвоем не приятно. Теперь мне нужно зеркало, чтобы любоваться своим утражением. Понимаю. Надеюсь, это так. Мне сложно понять сразу, так что можешь рассматривать меня, если хочешь. Я прилег к такому вниманию. Да, потому что все на расстоянии его самомнение может заполнить с собой целый замок. О, сколько огня в твоих словах, они обжигают меня. Быстрее заставь жрицу махать на меня крыльями. Ты шутишь надо мной? Я никогда не стал бы делать этого. Кто же осмелится шутить над существом с такими глазами? Ты странный. Многое в твоем поведении указывает на свое происхождение. Огань. Интересно, что черноукое существо со склоновцей листии может увидеть в таком карговом отроде, как я? Лица, прошу тебя, продолжай. Хорошо, я вижу, что твоим ногам неудобно идти по песку и траве, словно ты привык бродить по снам, а не по земле. Ты бросаешься словами надежды, что их количество и скорость избавят тебя от вопросов и помешают мне как следует разглядеть тебя. Ты чувствуешь боль, Ганн. И надо заставлять тебя причинить страдания другим, ведь тебя учили, что именно они приводят мир в движение. Ты поняла это, посмотрев на него? Ах, мне кажется, что я, Вера, сбила тебя с пути, и твои глаза видят не так уж зорко, как я думал. Жаль, но очевидно, тебе ослепили мои цвета. Аспекты цветов я знаю только из книг, не из опыта. Мои глаза воспринимают цвет не так, как твои. Для них существует только черное и белое. Значит, тебе проще смотреть на оку, чем нам. Значит, ты не разберешься цветов. Мой деда даже сказал, что это связано не с моим происхождением, а с Верой. Да, я вижу мир по-другому, но не стала бы называть это слепотой. Временами могла завидеть спектр миров, даже если гамма цветов для них недоступна. Я, да, я уже была в мире тени. При первой путешествии наложил тебе отпечаток, и я чувствую, что тебе не хватает чего-то, словно кто-то удалил твое сердце. Его боль утихла, и ее сменило что-то новое, какая-то болезнь. Она проникает сквозь открытую рану. Я чувствую, что эта рана заполнила какая-то болезнь. Мне кажется, что эта болезнь больше, чем рана, и сама рана это просто ворота. Я не знаю, поможет тебе об их слове, но это мы читали, кстати, уже. Ладно, идем. Так. Преданные, да? Интересно, пообщались? Хм. Так. Ес, ес, АБХС. Так. Не может это использовать, окей. Да блин. Я хочу вспомнить, что здесь есть. Ес. И что у него в руках? Было плюс четыре. Ага. Кинжал плюс два. Здесь щиты. Так. Тут у нас маска убеждения. Ага. Хитпоинты плюс пятнадцать. Дробящий десять. А здесь у нас что? Харизма три. Харизма и нужна. Мудрость. Мудрость ей тоже, но мудрость у Ганна. Щитмага плюс шесть. Барталшебник колдун. Никелис плюс один. Интеллект. Но интеллект не нужен. Так. А, это я смотр... Подождите. А, все, пойдет, да. Монс класса защиты плюс восемь щит. Плюс один. Ну, поворачивайся. Что-то он как-то совсем не прорисован, да? Что? Накладывает. Да-а-а-а. Слушай, Коку, а у тебя там в загашнике доспехов никаких нету, а? Чё-нибудь для мага там. О! Кожаный доспех. Кольчужная рубашка. А, еще один такой же щит. Молк потерянный империи. О! Вот его надо ей дать. Тяжелый щит плюс три. Посох. Так, кинжал ростовой. Лизуи стихи. Так, посох. Концентрата не надо. Вот это монтитовый нагрудник. Да. Вот я вам сейчас на нее надену. Наденем или оденем, как правильно сегодня путаюсь. Так, флейта перчатки долгой смерти. Понятно. Пьевка сжаты кулак. Ага. Мотки у Узаса. Ну, нет. Это что-то как-то. Сумская шкура. Сила семь, телосложение восемь, интеллект минус четыре. Она вообще тупая будет, да? Нет уж. В тупку. Так, ну-ка, держи. Нет. Так, атоматитовый нагрудник. Пять. И поглощение. Два. Семь. Четыре. Ну да, конечно. Хотя нет. Так, поиск пучеводного света. Магия смерти и слабый синий. Здесь ловкость, мудрсть, улучшенный критический удар, безоружный. Сын, а не легенд, харизма минус четыре. Блин, а и харизма-то нужна, а? Мудрость. Нормально, а мы и так. Ну, ку-по-фиг, ку-ку загрузить. В принципе, невозможно, у нее четыре восемьсот, блин, переносим. Хитрить. Четыре восемьсот! Ездовой, Миша, блин. Так. Да-да. Да. София, отдохни, пожалуйста. Я пойму. Здрасте. Че это вдруг? Качнулся. Хе, забавно. Так. Зачем я тебя взял? Вот кольцо. Мудрость 6. Вот зачем. Так, теперь. Колечко-колечко. Кольцо стойкости. Да, давайте ему отдадим. Yes. Yes. Кольцо защиты. Друид священника. Мудрость 6. Пси ничего не дает. Глава? Стоит? Хм-хм. Да, по спазвороскам он, конечно, просаживается очень сильно. Энергия, сопротивляемость, холоду... Энергия-то что? А, понятно. Давайте-ка вот так сделаем. А эта пусть в загашнике полежит. То есть мы решили оставить Софию, да? Шмирку-мирку. Так, фрагмент маски. Вот лесовик, древний шлистный дух. Исай Гошинвуде. Погоди со старым корабелом Василием. Так, дай-ка мы с вами... Тейм-аунд. Молодух, хотя что подходит слишком близко, не возвращаются. Это мы читали. Так, и... Алика и Линка. Так, а себе? Это мы читали. Да, это я читал, ладно. То есть, смотрите, неожиданный момент. Каэлин. Верный. 76, всего лишь преданный. 100. Следуйте за мной. Может из-за того, что у нас слишком долго здесь стоял, да? Нет, бред. Так, а где у нас, собственно... Ой, а... Минутку. Эй, а где? А... А где София? Продолжение следует...